Время краснознаменной клоунады на Соборной площади члены партии КПРФ и их единомышленники разделились на две группы. Одна продолжила проповедовать о возвращении предыдущего названия и свержении действующего правительства, а другая отправилась в мэрию. Подбранные лозунги о снятии с должности исполняющего обязанности главы города Вадима Андреева, красные решили брать здание штурмом. Однако главный вход оказался закрыт. Толпа решила воспользоваться черным ходом. Найдя дыру в заборе, участники проникли в здание незаконно. Без дебоша не обошлось. Устроить переворот красные не смогли. Еще и напугались, что охрана администрации не выпустит их обратно. Пошумели, никого не нашли и отправились обратно на Многострадальную Соборную площадь. Больше никто ничего не просит, не нарушает порядок, никто никуда не бесит. Мы еще раз говорим, выпустите граждан Российской Федерации из администрации города Ульяновска. Встретиться лицом к лицу с Вадимом Андреевым не удалось. В это время он находился в Ленинском мемориале на заседании. Сегодня, по иронии судьбы, проходит мероприятие, на котором Оргкомитет обсуждает программу празднование 150-летия Владимира Ильича Ленина. Организация концертов, выставок и остальных культурно-массовых мероприятий легла на плечи так горячо ненавистного коммунистами правительства Ульяновской области. Подготовка к памятной дате уже началась. Было предложено, прежде чем принимать решение, посмотреть, познакомиться с городом. Какова история, как бережно сохраняются памятные ленинские места. Здесь и гимназии Ленина, где он учился, и современной гимназии Ленина. Вот сейчас, по мере, есть проблемы с реконструкцией и ремонтом. Более миллиарда только на кровлю и облицовку фасада должны быть выделены из областного бюджета. Этот вопрос решается. Значит, это предложение направлено, но, к сожалению, экскурсии мы так и не получились. Экскурсия, мы рассчитываем на то, что диалог состоится на заседании ТОРК Комитета. Осталось наблюдать, какие усилия приложат к торжеству истинные последователи вождя мирового пролетариата. Ведь, чтобы по-настоящему приносить пользу обществу, агрессии пламенных речей бывает недостаточно.